Казахстан Заканчивали Гарвардой Мне всегда с самого детства говорили Эта девочка далеко пойдет Или у тебя хорошее будущее Я все время думаю, почему мне так говорят Если изучать мужчин Мне кажется, что можно научиться Даже думать, как вы Я не люблю фильмы, где Фильмы про геев, про лесбиянок То есть про однополую любовь Вы берете листок ватмана Листок ватмана Сейчас молния, Динарочка Шандаранин И такой тушка Красивая Но красивая тушка Я, например, люблю слово сучка И еще мне нравится крашеная Сучка крашеная Привет, Ювижн Астанинские наши каникулы Я не знаю, гастроли Прям чудо Я вот сейчас за кадром Динари говорю, что Мне нравится Я прям, не знаю Там, бодрит меня Красивые женщины Когда удается Что у них еще мозг есть Это вот ваш случай Как раз Динарочка Динара Сайжан Вашей студии То есть я прям, не знаю Я, если честно Что-то, по-моему, не приготовился К этой схватке Но давайте будем Это Динарочка, еще раз добрый день Добрый день Слава, мне очень приятно Видеть вас в Астане Потому что я смотрю Тоже слежу за вашим творчеством И как, кстати? Вы знаете, я когда Мне позвонил Самсон И сказал, что сюда ездит Слава Неруш И нужно дать интервью Он не спросил, можно ли Он сказал, нужно Я сказала, конечно, Самсон Я подумала, что мне придется В кадре курить, пить, материться Нет, вот видите, я под вас специально Нашел поиличное место Спасибо Нет, на самом деле Мне нравится следить Потому что, вы знаете Журналисты должны быть разными То есть, мне кажется В разных сферах И интервью нужно писать по-разному Поэтому вы популярны Потому что вы нашли свою нишу И вы никому не подражаете И вы, то есть, вы тот, который есть Поэтому, мне кажется Ваша популярность заключается именно в этом Если бы вы взяли какой-нибудь Какой-то прототип, да, журналисты И следовали бы за ним И повторяли бы его же вопросы Я не знаю, выбрали бы там себе Какого-нибудь российского, да Журналиста Как многие наши журналисты, к сожалению, делают Динарочка, мало кто знает Я же не журналист ни разу Да? Я просто, как бы, ну, интернет какой-то там Что-ли, деятель И то, это сейчас уже, да Так получается То есть, я вообще ни в каком месте не журналист То есть, у меня вообще юридическое образование Занимался всем, чем угодно Но сейчас же вы занимаетесь журналистикой Да? Да Жанр интервью, вы работаете в жанре интервью Вполне успешно Вы раскрываете людей, личности Вы задаете им вопросы интересные Они отвечают Сейчас к вам с удовольствием приходят Видите, я пришла к вам на программу Если бы вы были неинтересны Левые, да Чуть-чуть бы вы пошли Конечно Но это круто То есть, не, я этому, признаться Вот прям искренне рад Потому что давным-давно я еще Когда только школу закончил Это вот тоже Вы правы, наверное Очень давно, наверное Судя по вашему Судя по тому, как вы выглядите Слава Спасибо, Динара Вы тоже ничего Нет, ну Как бы Я когда закончил школу Я хотел пойти на журфак Вот Но так судьба по-другому Как-то распредел Это и... А что вы закончили? Академию 3D Я закончил, Динарочка То есть, в Киеве С отличием Вот У меня папа Он всю жизнь мечтал Чтобы я пошел По его стопам У меня отец Вообще легенда Уголовного розыска Города Алматы У меня папа тоже юрист Кстати Да вот что А он такой прям юрист Или... Нет, он уже юрист в бизнесе Аа, ну круто Вот И мне получилось так Меня просто особо никто не спрашивал Меня туда запихали Ну, кстати, мало об этом жалею Потому что каждому мужику Ему в погонах надо походить Конечно То есть, так или иначе Да А знаете, мужчины в погонах Это вообще... Мне очень нравится Вообще Потому что Это у них есть Какой-то свой особенный шарм Я согласен Их прям видно Вот я вижу Люди, допустим Вот были в армии Или не были То есть Вот сегодняшние молодежи Конечно Там Сейчас об армии Можно очень много говорить Да Но я бы все равно Рекомендовал Где-нибудь Послужить Вот допустим Сын у меня Богдас будет У меня две дочери Вот Я его все равно Запихаю в какое-нибудь там Учебное заведение Военное Это же вовсе Вот в моем случае Я не работал ни одного дня По специальности Ну, где я там И где-то полиция Ну, что смеяться То есть Но Я творческий человек Я всегда Вот у меня Понимаете У меня такой интересный Как бы меня вот Не заворачивало Я чем только не занимался Это не знаю В цирке не смеюсь Уже там 10 лет Меня все время вот Возвращает И возвращает Вот куда-то На какие-то Творческие вещи Ну, что мы все обо мне Да, обо мне Вы мне расскажите Ну, продолжайте Хитрая такая Вы расскажите Вы-то, что в интернете Рванули А вы знаете Потому что Я просто поняла Что в интернете Очень мало журналистов То есть Там люди Которые чувствуют Себя журналистами Такие, как вы Типа меня Да, такие, как вы То есть По зову души Да, скажем Я заметила Что мало профессионалов И Ну, это же то Что мы делаем каждый день То есть На телевидении То есть Это наша профессия Это то, чему мы учились То, что мы делаем 10 лет уже Да, представляете Поэтому я увидела И подумала Вы уже Десяточку в журналистике Оттарахтели Да, уже 12-й год получается Ух ты И как? Ну, вы знаете Я тоже не жалею То есть Это действительно Я считаю Что журналистика Это профессия Женская Женская? Женская, да Ну, конечно Есть исключения Для мужчин Но имеется в виду Для женщины Это идеальная профессия Потому что Во-первых Это постоянное общение Представляете То есть Какой поток людей Через нас проходит Да Это люди, как правило Успешные Это люди У которых Можно чему-то поучиться Да? Ну, тут Я извиняюсь Касательно общения Вы же знаете Какую плату Потом приходится За это платить Я не знаю Как у вас Но у меня Когда я много общаюсь Мне потом Нужна тишина И одиночество Потому что Как бы Ты людям Что-то отдаешь Но и они у тебя Что-то берут Что-то тебе дают И вы Но видите Вы же меняетесь То есть Идет обмен энергии Да? Поэтому я считаю Что Все равно Мне кажется Вы что не перегреваетесь Вот Нет, бывает Вы знаете Когда я веду Какие-то большие концерты Или форумы То естественно Я понимаю О чем идет речь То есть Ты там Час-два Работаешь И приезжаешь домой И ты просто Я всегда думаю Себя настраиваю так Что мне нужно Час или два Постоять на сцене То есть Собраться всеми силами Но я сразу Себе мысленно представляю Что я после этого Еду домой Или в спа Что у меня массаж Что я буду спать Что у меня ребенок Что я буду в домашнем уюте И что все будет хорошо То есть Я не иду После этого Еще работать И что-то делать Конечно нужны силы Для того чтобы Ну а с другой стороны Слава Вам сколько лет? 38 будет 38, да? Ну вот сколько вам Активной жизни Осталось? Еще осталось? Да Ну это не ко мне вопрос Тут надо помолиться Ну конечно Может быть мы будем услышаны То есть Я не знаю То есть Мне кажется Что я даже Будучи дедом Каким-нибудь Если доживу Каким-нибудь Кривым 70-летним Я все равно Что-нибудь буду там Вертеть Крутить Вы будете делать Конечно Потому что мне скучно жить Вот если честно Я вот в блогинг Пришел Вот как вы сегодня сказали Журналистику Для меня От профессионального журналиста Слышать То что я потихоньку Уже Меня многие люди Воспринимают Как журналиста Если честно Меня же по ушам режет То есть Я А кем вы себя позиционируете? Да я хз Я себя кем позиционирую Но я непривычен То есть Я не думал об этом Никогда То есть Я просто Ну мне по приколу Я благодаря вот этому Своему мультиблогу Который все там Высокопарно называют Программы Да это Просто мультиблажочек Да такой Мне по приколу Общаться с народом Да В программе по чесноку Было охренеть Сколько интересного народа Да вот Взять Как бы я с вами Динарочка познакомился Я Ну вы же получаете От этого удовольствие В тот раз в год Когда я включаю Хабар Да я вас там вижу То есть Ну да Ну здорово Ну а как Вот смотрите Живой человек Он вся Горит Пышет Энергетика хорошая Поэтому мне кажется Что журналистика Вот именно это и дает То есть Мне кажется Самое главное в жизни Да Сейчас все это признают Что на самом деле Не деньги Потому что Деньги это конечно Хорошо Но я считаю Что если человек Работает профессионально Если он делает то Что он умеет делать Деньги рано Или поздно придут То есть Просто нужно идти К своей цели Знать к чему ты идешь И деньги к тебе придут Причем они будут идти К тебе со всех сторон И ты просто будешь Их собирать Вот мне все время казалось Когда же Вы же понимаете Что в телевидении Да я не знаю Ну может быть Существует такой миф Что мы зарабатываем Большие деньги На телевидении Мы зарабатываем Ну официально Мы зарабатываем Совершенно небольшие деньги Ну мне кажется В среднем Это такая зарплата Наверное У каждого Баксов 800 Я думаю Ну чуть больше Конечно Ну зависит Ну тысячу долларов Получают Мне кажется Каждый второй Журналист Это нормальная Такая Средняя зарплата Сейчас каждый второй Журналист Наверное Плюнул в монитор Скажет Это Сайджан Офигевшая Сидит в Астане В бриллиантах Надувается Как ей касается На жизнь Тысячу долларов Получает Каждый второй Журналист Я уверена Я просто не в курсе Мне вообще ничего не платят На центральных телеканалах Точно получают Но знаете Вы же работаете В журналистике И около журналистики Можно зарабатывать деньги То есть поэтому От вас звучало Вот вы на большие мероприятия Идете как ведущий То есть Я зарабатываю Вы получается Как ведущая Я зарабатываю деньги В вентовой индустрии То есть уже Как бы Работаете Знаете Я поняла Слава Что я один раз Вела свадьбу Осторожно Стаканчик казенный Придется заплатить Не Ну купим складчину Дорогие Зараза стаканы Видите У нас Стаканы кривые То есть Это специально К визиту Динары Сайджан Мы заказали Даже стаканы Мы даже Стаканы кривые Спасибо Вы меня сбили Стоп И теперь Не помнишь Это моя работа Динарад Нет Я хотел вам вопрос задать Вот допустим Мы говорили С Баяной Сентайовой То есть Она вот У нее был Такое Недовольство Что допустим Российские ведущие Что наши покупают Там допустим Ксюшу Собчак Вот к примеру Не Она молодец Она красавица Она профессионал Она суперский разговорник Если честно Я там от нее ребенка хочу Мне очень нравится От Ксюши Собчак Ну в хорошем смысле Не знаю Что же Вот То есть И вот Баяна сказала Что Ну нашим тоже Нужно платить И можно платить И вот Вопрос просто Вот если Сильно-сильно Вас поуговаривать И попросить вас Провести какое-то Корпоративное мероприятие Либо какое-то Слав Я поняла Что вы знаете Я не могу вести Такие мероприятия Вау Да То есть я могу вести Концерты Я могу вести Какие-то Форумы Ну не могу вести Свадьбу Вот я поняла Один раз Стойте Свадьбы Это свадьбы Я бы А вы попробуйте Как-нибудь на корпоративчик Сходить А вы меня пригласите Нет Я вас приглашу Я и пытаюсь понять Сколько стоит Понимаете То есть Просто вот Ну вы знаете Когда я пробую Это вообще нисколько не стоит Потому что Есть риск того Что я могу испортить Понимаете Корпоратив Вы не испортите Ну я же старая лошадь У меня вообще Ивент-агентство А что в Алмату Приперся Я открываю Как бы филиал Своего агентства Потому что нам Состаны звонят Организуйте нам постоянно Тимбилдинг Там ля-ля-ля То есть мы работаем В основном В корпоративном сегменте Да Потому что Доколь я на журналистике Не зарабатываю деньги Откуда их нужно зарабатывать То есть мы зарабатываем Но вам этот микроблог Помогает для чего То есть получается Вы набираете сейчас популярность Я вам скажу Сидят девки на фирме Они же все В интернете Как бы Девки Привет Ну да Девки Привет Вот И у них допустим Ну вот ведущие Да Вот они выбирают Там я не знаю Там Погосяна Погосяна Альманского И Неруша Да Они говорят Давай возьмем Неруш Он хоть ебнут и весело Вот Ну то есть И они как бы В формате Ну доступны Ну я Я кстати Не веду Так же как и вы Мероприятия Если моя компания Не пишет сценарий Если она не делает Его под ключ То есть Как говорится Что мы сами делаем Кастинг артистов Ля-ля Да Потому что То есть Вы полностью Должны под ключ Вы сами должны Все придумать Да Тогда я сам пойду Его вести Нельзя купить Неруша Просто на ведение Да То есть Я так не хочу Очень часто просят Но я не хочу То есть Либо я иду к друзьям Я допустим Женил Вот у меня было Две свадьбы Я организовывал 150 тысяч долларов Джет У одной был И 90 тысяч долларов Это женились Как бы мои Но вы все деньги потратили Честно На то что Да Честно Там вызов Вы же понимаете Кино Кавказская пленница То есть В пропасть Что-то должно упасть Но Мы всегда Это шутки шутками Мы очень прозрачно работаем Сейчас же уже все Все люди Кто имеет деньги 150 тысяч долларов На свадьбу Я понимаю Потому что На самом деле Это же классно Ты что ни разу свадьбу не вели? Я вела Одну свадьбу вела О, начинается Вот и я вдруг и вела Я поняла Я поняла Что я не могу вести свадьбу Почему это? Ну потому что Я себя чувствовала Некомфортно То есть Потому что Я не знала Куда мне себя одевать То есть Мы вели С Труссунбеком И я не знала Просто В какой момент Куда мне уходить То есть Ждать ли Пока все скажут Это был мой первый опыт И это было Кстати Агашки пьяные Это же тоже Да нет Там кстати Это была приличная свадьба Там не было Никаких пьяных агашек У каждой свадьбы Наступает момент Когда Она становится неприличной Вы знаете Слав Ну я как бы В этом смысле Мне в принципе Вообще не сложно Поэтому я могу Это же нормально Мне кажется Наоборот К ведущим Именно телеведущим Которые работающим Телеведущим Наоборот Люди как-то стесняются Подходить И что-то там говорить И что-то предлагать По крайней мере Мне никогда Ничего не предлагали И я Может быть И не позволяла Даже этого Ну как-то Я понял То есть Такого не бывает Существует Такая-то вот эта Дистанция Дистанция Да Не ну видите Я же не телеведущая Хабара То есть Мне как бы Тяжелее Мы ведем У меня профессиональная Моя работа С южно-ми Я понимаю Я работал В метро Допустим Там В Алматы Да Я помню Это дело То есть Как бы Я запускал Этот проект Я понимаю Почему Ивент-агенции Сейчас набирают силы Потому что На самом деле Вот Когда у тебя Какое-то мероприятие Легче ему Отдать Этот же бюджет Кому-то И чтобы тебе Организовали Какой-то Кто-то хоть ответит Да И профессионалов По большому счету На рынке Вот у меня сайт Да Чеснок Кизет Я не знаю Были-не были То есть Там 150 ведущих Алматинских Вот представьте У нас есть 150 ведущих На рынке Динара Шотгафья Сама офигела Это на только На алматинском рынке Это фигня У нас на алматинском рынке 120 ивент-агентств У меня вопрос Что они все жрут И ведущие что жрут И ивент-агентства что жрут Смотрите Ивент-агентству Чтобы существовать Нужно делать в месяц Хотя бы два мероприятия Вот Чтобы оно просто С голоду не сдохло То есть Средний чек мероприятия 10 тысяч долларов По этой непростой Ну Легкой арифметики Лям 200 1 миллион 200 тысяч долларов Каким-то образом Тратится В Алмате денег На ивент-индустрию Ну неудивительно Вы знаете Когда я приезжаю в Алмату И просто езжу по городу У меня такое ощущение Что я еду где-нибудь В Голливуде В Париже В Париже Даже в Париже Я вот В Париже Нет таких машин Не-не А мне тоже Вот один чувачела Мне приезжал Вот мы что-то там Я не помню Встречали Там это Он говорит Я не видел в Париже Сколько Парше Каен Конечно То есть у него Конкретно Вот это была И я всегда говорю Когда нам говорят Что мы плохо живем Я говорю Ребята Ну как у нас исчезнут Все Парше Каены Понятно Мне сейчас скажут Да У нас там Куча-то Там небольшая кучка людей Которые живут в космосе Ну я вот по ощущениям Так это Ну Вы знаете В Астане это не чувствуется Потому что В Астане В основном Все ездят на служебных машинах Но это тоже Мерседес Последней модели Не положено Да Ну вы знаете Ребята не поймут Нет Ну у нас ездил один на Бентли И Он даже на самом высоком уровне То есть это обсуждалось Поэтому в Алмате Конечно Но мы должны этому радоваться Я считаю Что Я вообще считаю Конечно Слава Богу И я считаю Что человек Если хочет зарабатывать Он найдет Я не знаю Кучу Вот возьмите Всех тех же самых Олигархов И бизнесменов Почему мне всегда интересно Вот брать интервью Таких людей Да Которые добились Каких-то высот В своей жизни Потому что Мне интересен успех Да Вот этих людей Мне не интересны Эти мужчины Мне интересно Если он добился У него такие жилки Как у меня И ноги Нет-нет Подождите Это понятно Руки-ноги Это мы знаем Эту теорию Кстати Не у всех такие руки И не у всех такие ноги Как у вас Динара Буду честно Честно Давайте Спасибо А вот Вы же много с ними Общались Не считаете Что Вот это свыше Откуда-то дано Потому что Вот большие деньги Большая власть Мне кажется Это вот уже Начинается Откуда-то сверху Почему? Потому что Вот просто Мне ваше мнение Потому что Ну там Такие Нужно решать вопросы Понятно Что мы можем Закончить Там Гарварды Какие-то большие Эти опыт Это все Заметьте Те кто У нас Да Кто мог бы войти В список Форбса В Казахстане Да Они как правило Не заканчивали Гарварды И вообще Даже может быть И не знают Что такие университеты Существуют Они как правило Учились В аулах В обычных школах Но вы знаете Мне кажется Это все на самом деле Зависит от человека Это вот Есть люди Хватки Да Вот почему Допустим Я вот С себя вспоминаю Мне всегда с самого детства говорили Эта девочка далеко пойдет Или там У тебя хорошее будущее Я все время думаю Почему мне так говорят Да Что за Что за какие-то предсказания Нет В принципе Не самые хреновые Да Нет Конечно Приятно Но это видно То есть сейчас уже Да Имея допустим Свой опыт Я тоже вижу сразу детей Которые пойдут далеко Ну так а вот Это на самом деле Зависит от человека Ну как от человека Вот он ребеночек От него еще Ни хрена не зависит Ни хрена не зависит Но видно по ребенку Что он шустрый Понимаете Что он хваткий Что у него логика развита Что он сам по себе Вот так это вот Подождите А у ребенка Это откуда Это кровь Не водичка Тогда получается Ну а здесь Слава Я хочу вам сказать Что я считаю Что Всевышний Нам дает шансы В нашей жизни Я не знаю Там 5-6 шансов Да может быть 3 шанса Если человек Эти шансы Не использует Да То все То потом он просто Потому что я знаю Очень много историй Когда говорят о том Что я была очень богатой Или вот я знаю Там познакомлены С моими Которые на самом деле Жили очень богато Но в какой-то момент Понимаете Люди которые живут Очень хорошо Им кажется Что это будет продолжаться Все время Понимаете И когда человек Уже теряет почву Под ногами И ему кажется Что все это На самом деле Все что у него было Если бог видит Что человек Не ценит это Что он не пользуется Всеми этими возможностями Которые сейчас ему предоставлены Он также может Спокойно у него Эти же возможности Отобрать Но он отбирает Для того Чтобы человек Снова боролся И снова шел к чему-то Да Поэтому мне кажется Что все зависит от того Насколько человек готов К тем возможностям Которые ему предоставляет Всевышний По моим ощущениям Богатым людям Жить нелегко У них просто Другие проблемы То есть И у них Перечень проблем Мне кажется Им гораздо легче Жить И я почему-то Ну а мне так не кажется Я могу объяснить Почему Налейте мне пожалуйста Водички У них проблем-то Тоже хватает То есть Во-первых У них большие деньги Да Большими деньгами Нужно управлять Мне вот так интересно Вот это ощущение Когда у тебя Миллиарды долларов И ты просто даже Ощутить не можешь Все эти Нет, ну так это Это целый геморрой Ну представьте Вот у тебя миллиард долларов Я вам слава желаю Этого геморроя Да что вы А я вот не очень хочу Да? Нет Тогда пожелайте его мне Хорошо Динарочка Вот Знаете Это каждому Мне кажется Свое То есть Я не готов Сидеть целыми днями На советах директоров Которые будут решать Судьбу моих денег Потому что Извините Вот даже если вы Хозяйка бизнеса Вам все равно Проходить придется Динара Высотку выключить Не сможете Вот вы сейчас Можете отключить Мобильный телефон Себе позволить? Я могу поставить Его на беззвучный режим А вообще Вот просто Выключить нет Вот за границу Уезжаете Всегда на роуминге Всегда Причем на роуминге Да Но это вы такая Продвинутая Видать девушка Не сказать Ладно Что? Не Подождите А вот Допустим Вот эти ребята С большим состоянием Они тоже всегда Включены То есть Вы-то ладно Не выключаете Потому что Не хотите выключать А они не могут Потому что У них может На любом Вот этом Огромном подразделении Случиться Какой-то ЧП Динарю Сайджан Мы прибавим Что она еще Будет Очень небедная Девушка Потому что Ну Мы же транслируем Куда-то Вот эти Свои желания Конечно Я всегда транслирую У меня данный Этот счет Слава Знаете Я уже несколько лет Ну Уже Я не знаю Где-то Лет 6-7 Наверное Я всегда делаю себе Карту сокровищ То есть Вы первый раз Слышите Вы берете Листок ватмана Да Листок ватмана Берете Глянцевые Журналы Которые вам Уже В принципе Не жалко Да Вырезаете Все это дело Клеите А сейчас Я знаете Как сделала И мне уже Не хватает Листка ватмана И вы что Вырезаете Все что вы хотите Как правило Ну то есть Визуализация же Очень важна Понимаете Вот для меня Например И вы подожите Наклеиваете Это все на ватмана Сейчас я не на ватмана Сейчас у меня В гардеробной Есть стена И вы туда клеите Что вы хотите Не клею А иголочкой Втыкаю Кошмар какой Да И мне там не лень А это где вы Выучились Такой странной технологии А я прочитала Где-то о том Что Я вообще люблю Такую литературу И я читала О том Что визуализация Очень важна Поэтому я Стараюсь всегда Визуализировать Представлять Я всегда благодарю Господа Благодарю За все что он мне дает Поэтому я Ну то есть В этом смысле Я конечно очень Верующая То есть я верю В эти вещи Не ну это классно Другой вопрос Что И как правило Все сбывается Вы молодец Вообще Потому что я Вот в последнее время Тенденцию вижу Чуть-чуть другую Что у нас У нас многие люди Почему-то слово Бог Да Они Считают Вообще как-то Не камильфо Употреблять То есть Вот раньше Допустим Мы читаем Литературу Там 19 века Да там же Сплошное Да там Упоминание То есть там Ну люди жили Через призму Бога Сейчас Я не знаю Какие у нас Ну я конечно Не фанатик Нет Ну что такое фанатик То есть Я не хожу в плотки Нет Ну Да Но Вы знаете Я хочу сказать Что по поводу этого Я очень редко Хожу в мечеть И Ну у меня нет Такой потребности Да но когда мне Когда в моей жизни Возникают ситуации Когда мне плохо Или когда мне хочется Ответа Да Или знака Какого-то Потому что я не знаю Куда мне идти Налево Или направо Или прямо Я обычно хожу в мечеть И сижу Жду То есть думаю Молюсь И Ну конечно Я не знаю Как можно жить Без веры Всевышнего То есть я конечно Соблюдаю все Заповеди Да Которые прописаны В каждой Священной книге Это очень смелое Утверждение Сейчас вы сказали Почему Ну в смысле Грех Это вот я считаю Что есть какие-то Конкретные Да Вот допустим Убийства Это грех Да Ну тоже опять-таки Там же тоже Подразделения Какие-то идут Что это может быть Ну человек случайно Нечаянно Да может быть У того человека Но это все равно грех Это знаете Я вам расскажу Ну это понимаю Что грех Это вот мне рассказывали Историю Я не знаю Правда или нет Девушка жила В педагогическом общежитии Решила покончить Жизнь самоубийством Написала Ну из-за естественно Из-за безответной любви Из-за мужчины В общем как всегда Это очень важно Что вот красной нитью У хабаровских журналистов Проходят суицидальные сюжеты Слушайте дальше То есть она пишет письмо Пишет что Винить такого-то там Потому что вот я его любила Проще Он в общем Отверг меня То есть пишет письмо Открывает окно Там я не знаю Второй или третий Может быть пятый этаж Разбегается Прыгает с этого окна Летит А мужчина шел Вот по бульвару Да По тротуару Шел Никому не мешал И она падает ему получается Вот всем своим телом И мужчина умирает А у женщины У девушки никаких там Ни ушибов Ничего Ну вот что это Ну это Не знаю что это Вот видите Поэтому это вот по-разному Ну то есть грех конечно Я вообще вот Я очень верю в карму Я считаю что мы не должны грешить В первую очередь Не из-за себя Не из-за того Что там Чтобы завтра Да там Нам что-то было плохое Потому что за нами У нас есть дети У детей будут еще дети У нас будут внуки Потому что я не хочу Чтобы из-за моих ошибок Потом страдали там Правнуки мои Или внуки Или их дети То есть мне кажется Поэтому карму нужно Соблюдать Вот почему наши родители Всегда говорят о том Что Говорят Детям Что прежде чем Жениться Или выйти замуж Нужно смотреть на семью То есть чтобы Это ведь все не случайно Потому что карма Мне кажется очень важна И карма должна быть чистой Ну по крайней мере Мы должны стремиться К тому чтобы она была чистой И очищать ее Сами Не ну я с вами согласен Другой вопрос Что карма Можно называть ее кармой Можно называть ее душой То есть по большому счету Это кому как удобнее Смысл то по большому счету Один и тот же Но это интересные темы Я если честно Тоже много об этом думаю Потому что Потому что у нас есть дети Слава Не поэтому Не поэтому Нет а что дети Динарочка Ну что дети Я в отношении Как бы Лучшее что мы можем Для наших детей сделать Понятно что мы дадим им Какое там образование Более менее приличное Кто получше Кто похуже Это уже дело 125 Но я смотрю на свой опыт Там жизненный Смотрю на людей вокруг Я за детей Просто хорошо помолюсь За своих Вот мне кажется Родители больше Им ничего дать не могут Потому что Адаптировать Что такое образование Это просто Элемент социальной адаптации То есть я им расскажу Как по жизни бывает Вот я еще Как родитель А еще Саша Ой Слава Саша Серьезно Серьезно Женя Да А еще Слав я думаю Что на личном примере Очень многое То есть вы можете Даже ничего не говорить На личном примере Как моя Я не очень хочу Чтобы допустим Не каждый сможет Да То есть жить Вот так как я Потому что я Очень много Экспериментирую Со своей жизнью И это Аттракцион Ну такой Он иногда Очень больный Вот И я не готов Допустим Чтобы Хотя С другой стороны Зато жизнь Настоящая То есть Мне кажется Настоящая жизнь Это не всегда Когда ты такой Как счастливый придурок Там бегаешь по улице И все у тебя хорошо То есть тебя должно Мочить Иногда Потому что Через страдания Допустим Человек очень тоже Поднимается На очень большие Высокие Творческие Там Когда кажется Что жизнь заканчивается Что ты стоишь На краю пропасти На самом деле Нужно этот момент Пережить А потом Когда ты его переживаешь А у вас было так В смысле Было Конечно Конечно было Что Слава Мне в этом году 30 лет исполняется Ой Ну шиздец Это же вообще Это все Для меня Это шиздец Да Серьезно Да Ну вы знаете Я себя с каждым годом Чувствую все лучше И лучше И комфортнее И комфортнее Вы знаете Да Я конечно Больше занимаюсь Сейчас собой И спорт для меня Сейчас Вот прям Системно Я к этому вопросу Подхожу Потому что я понимаю Что Ну возраст берет свое И с ним надо бороться Вот именно в этом смысле Поэтому я конечно Хочу оставаться Максимально молодой Я мальчик Я не заморачиваюсь То есть мне если честно Не очень важно Да Глядь же Мужик должен быть Чуть красивее Обезьяны А вот женщина для вас Важна чтобы женщина была Красивой Да Ухоженной Да Стройной Да Мне кажется Для любого мужчины Жилок не люблю Я не знаю Ну в смысле Нет Подождите Ну что Нет Ну а как Хорошо Ну так и есть же В смысле То есть у них же Почему они полные Потому что у них же Вот Ну вы знаете Нет Бывает у кого-то Обмен веществ Обмен веществ нарушен Да Этих я люблю Как сестры во Христе Понимаете Но это вовсе не значит Что они Ну Есть женщины Которые То есть Полные женщины Да Но при этом Но люди хорошие Люди хорошие Они полны энергии Я согласен Генарочка Я знаю Ты сейчас Ну сказал Непопулярную вещь Но У нас вообще Интервью Да Типа И разговор по чесноку То есть Мне нравятся Стройные женщины Убейте меня Теперь за это Понимаете Почему То есть Сейчас просто Половина ваших поклонниц Да Вас очень много Мне кажется Мужчины все-таки В первую очередь Любят визуально Поэтому женщины Которые не следят за собой И от которых Уходят мужья Или которые А вы согласны С тем утверждением Я вот тут Как-то с одними барышнями Тоже весьма Интересными Разговаривал Они мне Прямо Мотивировано Обосновали Что мужчина И женщина Они мир видят Вообще По-другому Ну вы знаете Мне кажется Что по большому счету Если Изучать мужчин Мне кажется Что можно Научиться Даже думать Как вы То есть смотрите На многие вещи Как вы Где-то там Я не вижу Ничего сложного Ну я тоже ничего Просто вы Гораздо проще Смотрите на жизнь И этому нужно Учиться у вас Потому что вы Не заморачиваетесь То есть у вас Как бы у вас есть Глобальные То есть мужчина Должен В первую очередь Конечно Если у мужчины Секреты Мужцово Это как-то там Влияли на мужчин Нет Мне кажется Что мужчина Который не состоялся В жизни Который не выбрал Себе профессию Которая Его кормит Да Ему сложно Создавать семью И думать о том О своих детях О своей жене Когда у него есть Когда у него есть Любимая профессия Который То есть И эта работа Должна приносить ему деньги Чтобы он мог Содержать себя Свою семью Своих родных Близких Да То есть отправлять их На курорты Образование Ну это такое Это вы сейчас Общественный стереотип По сути Ну не общественный стереотип Имеется ввиду Что Понимаете Многие девушки Женщинам-то Что с того Он будет Это все делать Динарочка Но по ходу Будет заниматься Еще 150 Сори Не очень хорошими Сопутствующими делами То есть А что вы имеете ввиду Ну например Он будет там Я не знаю Гулять Да Как на работу Он же все Он же все кормит Да Он же все делает Он же всего добился И вы знаете Мне кажется С этим уже просто Надо смириться Я поняла В смысле Что мужчина гуляет Это вообще Как бы Уже просто Принять как правду жизни Вот так И вот И нужно прям С самого рождения Девочкам говорить Об этом Чтобы она Девки Не заморачивайтесь Да Чтобы знаете Чтобы это не было Трагедии Чтобы это не было Но у нас же Никто не говорит Об этом Об этом вот именно Что никто не говорит Я хочу сказать А вот вы дальше Смотрите Следующий шаг А вы думали У нас же есть институты Стыдно сказать Почему нету институтов Но институт Семьи И брака У нас напрочь Отсутствует То есть мы Никто не объясняет Молодым девушкам И мальчикам Как им жить в семье Как правило У родителей Взгляд какой-то Ангажированный Потому что Они припоминают Все свои косяки Да Какие-то То есть И ну типа Не хотят Чтобы эти косяки Случались у детей Но у детей Будут случаться Другие Ихние детские И косяки Да Понимаете И там Ну я вот просто Сам помню Меня никто Не учил жить в браке Мне никто Об этом вообще Не рассказывал Я набивал себе шишки Я 15 лет Жена Понимаете Супер Да То есть я сам Понимаете Как бы А вот теперь Я хочу тоже сказать Очень важную вещь Что очень многое Зависит от мужчины Понимаете Да Как бы вы ни гуляли Да Что бы вы ни делали То есть от вас От мужчины зависит Останетесь Останется То есть эта семья Будет сохранена Или нет Потому что Женщина по сути Выходя замуж Она готова Любить этого мужчину Всегда Всю жизнь И она готова Все для него делать Да Особенно А вот барыш Когда изменяют Это как Мне просто Нет Ну это же Просто интересно Я когда слышу Такие истории Насчет изменяют Мне Я вообще не понимаю Чем идет речь Потому что Вот если честно Я таких женщин Допустим В своем кругу Не знаю Которые изменяют Своим мужьям Мне кажется Что Нет Ну подождите Ну это же есть То есть Это же я не придумал Ну есть Наверное Ну я не знаю Может быть Не а по каким причинам Вот по вашему мнению Как так может получиться То есть я не могу понять Ну вы знаете Я не знаю По каким причинам Женщины изменяют Это понятно Это спор Ну когда женщина изменяет И не уходит От мужчины Да То есть Значит она От него скорее всего Зависима Как-то я думаю Финансово И может быть Может быть Я предполагаю Что из-за денег Да И из-за того Что может быть У него тоже Такое же отношение К семье То есть Если Может быть Это какой-то Ответный удар Ну возможно Я ничего не говорю Возможно Ответный удар Типа Каков приход Такой подход А может быть Ну я не знаю Ситуации разные бывают Я даже боюсь На эту тему говорить В смысле Ну в смысле Чтобы Так сказать Не испортить себе Кару Динара Мы же не на Хабаре Тут можно В смысле Здесь можно Говорить Тут вообще Можно говорить Что это Все изменяют Там Да нет Я на самом Нет Если бы у меня Кто-нибудь из знакомых Хотя бы Да Я не говорю Своих друзей Если бы кто-нибудь Из знакомых Изменял бы Я бы вам сейчас сказала Что Поинтересовались Ну я бы поинтересовалась Почему она изменяет То есть Чего ей не хватает Да Нет Я считаю так Если двум людям Некомфортно жить вместе Да Кто-то кому-то изменяет Кто-то об этом узнает Да И люди Вот допустим Просто жить в браке Ради того Чтобы Вас называли семью И ходить в гости И делать Культуру мультур Такой соблюдать Да Культуру мультур Мне например Вот такого Я такого счастья не хочу Да То есть я считаю Что если два человека Конечно Сначала Встречаются Влюбляются Живут какое-то время Но если со временем Любовь проходит Да И люди не могут Уже жить дальше А дети Дети Все же говорят А вот как дети Дети Вы знаете Дети От того что Женщина с мужчиной Разошлись Они вообще Не должны страдать Это ужасно Ну вы знаете Хуже Когда ребенок Ежедневно видит Ссоры Когда ежедневно Ребенок видит Что отец Совершенно не любит Мать Мать не любит Отца Что у них идет Внутренняя война Мне кажется В такой семье Ребенок точно вырастет Не совсем Психически Уравновешенным То есть мне кажется Что ребенок Все-таки В детстве Он должен расти В любви В заботе Предлагаете Что лучше Вообще-то Ее такое не иметь Вы представляете Вы сами себя Гробите То есть два взрослых Человека Друг друга Убивают Получается И плюс ко всему Еще третий ребенок Если один И двое Они получается Еще страдают Потом страдает Еще окружение Все же начинают За эту семью Переживать Понимаете Все время Все время следят Все ли у них нормально Мне кажется Это вообще ужас какой-то И поэтому нам Дана одна жизнь Я считаю Что если два человека И потом мы живем В цивилизованном обществе Я считаю Что при любых условиях Даже самых экстремальных Военных Я не знаю Там самых горячих моментах Всегда можно договориться И всегда можно найти Точки соприкосновения И прийти к компромиссу То есть я Так считаю Очень хорошо Нет Я Вы поймете Я с вами согласен Но видите Это вот такая жизнь То есть Конечно Это было всегда Я думаю Что это было всегда Нет Это всегда было Это нифига не Показатель Сегодняшнего времени Что там говорят У нас Ах нравы А что с нравами случилось С нравами ничего не случилось С нравами по большому счету Ничего не случилось Единственное что Знаете что плохо Что меня волнует Что Что нам напрягает Что появились Ну я не знаю Как правильно Скажите Как есть Она попадает Буду говорить По чесноку Давайте Я не люблю Фильмы Где Фильмы про геев Про лесбиянок То есть про Однополую любовь Секс-меньшинство Секс-меньшинство Потому что Мой ребенок Смотрит фильмы И это ужасно Когда целуются Двое мужчин И он мне спрашивает А что Мужчины целуются Ну вы с ним Горбатую гору Вместе не смотрите Тина Совершенно с Ульяи На вайпад Закачались Знаете Фильмы И там Вот один из фильмов Был Ужасный Такой фильм Я не могу Его ограничить То есть Я хорошо Сегодня удалила Завтра Я понимаю Мне кажется Вот это нужно запретить Ну потому что Люди То есть раньше Такого не было В Советском Союзе Что были? Нет не были А как запретить Я понять не могу Динара Да не знаю Вот запретили же Вот в интернете Сейчас Что-то Ничего не запретили Сейчас знаете же Что на самом деле происходит Что происходит И кто не понимает Я тоже не понимаю Что-то такое Очень много недовольных людей И вот мне А теперь вопрос Зачем они думали Когда они это делали Понимаете Особенно в рамках Последних движений Поэтому я предлагаю Тоже запретить Это дело А там уже знаете Дальше Нет А что там Я не против этих людей Может быть это хорошие люди Да я не знаю этих людей Но я против того Потому что дети На самом деле Раньше этого не было И мы например Не знали Мас если честно Вот сейчас я вот где-то вижу Особенно Ну вот В таком более-менее Там продвинутом обществе Вообще геев Ругать не принято Ругать не принято Ну вот я буду ругать Потому что я Конечно Это я не знаю Может быть Это гомофобия называется Да вы гомофобка Она ругает Какой кошмар Нет на самом деле Я просто против того Чтобы это было прилюдно И в общественных местах Не ну прилюдно Я вот прям тоже против Это жесть какая-то Идешь в смысле Идешь там по центральной За ручку Ну мало ли что Им придет в голову Нет нет я тоже Как бы против Конечно против Прилюдно Вы знаете Как кошмар Жескач какой-то Нет я просто Знаете Я тогда тоже гомофоб Да Нет мы говорили с вами Про институт семьи Да Для того чтобы Эта идеология была Понимаете Мы должны показывать Правильные фильмы В кинотеатрах Ой Динара Господь с вами И хорошо А где их брать С этим все вопрос В казахфильме Ну вот тебе моя хорошая Знаете водички выпейте А то вы сейчас точно Что-то не то сказали Иногда лучше пить Чем говорить Нет нет Понимаете Ну я не против А вот у меня Такой к вам вопрос Вы же у нас Находитесь Ну скажем В тренде Вы чувствуете общество Вы к нему нормально Подключены Куда куда надо Вот То есть Почему так мало Авторов Ведь вот смотрите Все просто Вы взяли Ладно вы профессионал Вам легче Вы взяли камеру И погнали Нашими политиками Общаться Супер Очень мне нравится Я смотрел Несколько ваших программ Мне прям возбуждает Вообще Что вы сделаете Возбуждаете Возбуждаете Нет Мне нравится То есть Они у вас становятся Живыми дядьками Понимаете То есть У него берут интервью Там на каком-то Вот официальном канале Он бедолага Там весь перепуганный Зажатый Ну Ну зачем Это нужно Что Конечно То есть Вы умудряетесь С него снять Вот эту напряженку Я не знаю А здесь я уже Использую Просто Вы знаете Я же женщина И я просто подхожу Не как журналист Да А я вот как женщина Подхожу Поэтому мне интересно Я задаю вопросы Которые мне на самом деле Само интересны Поэтому Это на самом деле Ну Вы знаете Слава Нет Подожди 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 Тонкий момент Нет А что тогда На телевидении Вы в смысле Одна у нас Вменяемая журналистка Ну 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 так получается Я извиняюсь Потому что Когда я на телевидении Вижу Эти Как его Программы То есть Ну я не вижу Они там сидят И вот Вот почему Вот Хабар начинает Уже Быть там Вот Хочешь забыться Пойду включу Хабар Ну это фейк Там последний Там в интернете Но Это же Я же знаю Я же вот вижу Журналистов Ну задай ты ему Нормальный вопрос Да он наверное Я вам сейчас скажу Да Слава Допустим Недавно к нам приходил Министр финансов Да В новости То есть Я же веду новости И у нас Вот иногда Мы приглашаем гостей Потому что была Коллегия в Минфине То есть И мы с ним обсуждаем Да Какие-то вопросы Понимаете Он же пришел То есть По своим рабочим делам Я хотела спросить Задать ему вопрос Он сам это сказал Журналистам Я его никто не заставлял Он сам сказал Когда президент сказал о том Что наши чиновники Должны ездить на машинах Казахстанского производства Ну да И он сказал о том Что он готов ходить пешком Ну что там Буквально 10 минут То есть Жамишев имени Да Палат Петахметович И он получается Я хотела ему задать этот вопрос Ну у нас же нет машин Казахстанского производства Ну по крайней мере Сборка же у нас есть Ну то есть вопрос же в этом Да Для чего Осторожно Стаканчик дорогой Сейчас я этот стакан Точно разобью Да И в общем Получается я ему хочу Задать этот вопрос Он говорит Вы знаете Я уже Ну что уже Я уже отвечала На этот вопрос Но с другой стороны Я понимаю Что формат программы То есть это новости То есть официальная информация Все что произошло За весь день Мы должны официально преподнести Как эту информацию Воспримет зритель Это уже его дело Да Поэтому сейчас Слава Я хочу сказать Эксклюзивную информацию Ну-ка давайте Остановись Наверное Что Нет Ну мне сказали Не рушат Она будет вся Пи-пи-пи-пи Запиканная Подождите Подождите Такое чувство Что у нас все Закончили институт культуры Япона Мама У нас же Понимаешь Все голубой крови Это конечно классно Я говорю У нас народ Вообще Он же не матерится Вообще Даже я иногда Матерюсь Пи-пи-пи Блин Бедолагу Взяли Милиционера Уволили Это нормальная Планерка В милиции В армии А что его одного Это уволили Давай всех уволим Потому что все так разговаривают Есть английские Русские И матерные Военные Все говорят На этих двух языках Английские безнадобности И потом он говорил Те вещи Которые на самом деле То есть они применимы Да Потому что иногда Я тоже не терплю хамства Если меня что-то раздражает Я тоже могу заматриться Да То ладно Хамство хамством А вот эти Филологи же говорят Да Что некоторые Как бы матерные слова Они очень органичные Там В них большая энергетика Я вам точно Вот так не могу сказать Прям в каком Потому что Оно в контексте То есть Бывает Вот ты говоришь на человека Да Вот одно слово И Ты сокращаешь этим Целые Там Я не знаю Там Вот эти вот Вы знаете У нас же по чесноку программа Да Вот я например люблю слово Сучка И еще мне нравится Крашеная Молодец Сучка крашеная И это знаете Это уже все То есть мы так Мы с девчонками Говорим Сучка крашеная Сучка крашеная Очень хорошо Но это у вас Из любовь и голуби Я думаю Сучка ты крашеная Аааа Нинка Глянь Сучка крашеная Сучка ты крашеная Да Ну здорово И не накрашенная Сучка и накрашенная Вот Ну молодец И что теперь Вот вас застрелить По сценарию что ли Ну вот вы понимаете Вы тут Ну просто понимаете Есть формат То есть допустим У нас Видите у вас формат Программы интервью Да У вас программа Сама по чесноку То есть здесь все Хочешь кури Хочешь пей Да Хочешь матерись Хочешь танцуй Что угодно Что угодно Понимаете Это формат новостей То есть там тоже Там другой формат Нет Нет Поэтому естественно Есть журналисты Которые готовы Я могу вам назвать Кучу журналистов Которые Молодец Что они делают Ну не все же Понимаете Не у всех есть время Не у всех есть желание У меня есть желание Делать видеоблог Да нет У вас мозгов больше Просто чем у всех остальных По моим ощущениям Потому Конечно А мне это интересно Знаете почему Слава Потому что там есть Обратная связь И обратная аудитория Мне нравится комментарии Читать Мне нравится Вообще мне нравится Что я ввязалась В YouVision И я То есть кучу полезной информации Получаю для себя Я открываю очень много людей Да Твиттер вообще Я считаю Что каждый человек Я стала Знаете Мне твиттер должен платить За пиар Серьезно Так Я заставляю зарегистрироваться Я говорю Ты должен Это просто Мне кажется Легче всего То есть раньше Я мечтала о том Чтобы у нас Информационные агентства Допустим В новостях Это еще было Я не знаю Лет 5 назад Казинформ Интерфакс То есть ты получаешь Молнии Назначено Кимом города Такое-то Такое-то И ты первую Эту информацию получаешь И ты звонишь Своим Говоришь Представляешь То есть ты эту Первую информацию Сам получаешь А здесь все То есть каждый человек Не журналист Тот же самый Министр Чиновник Я не знаю Госслужащий Ту же самую информацию И уже с утра Ты знаешь Главные новости Я считаю Что каждый Я вот ранее С того момента Как я зашел в сеть Я тоже вас абсолютно В этом поддерживаю И всем искренне желаю Что с того момента Как я зашел в сеть Я стал вообще Все знать про всех Конечно А еще вам фенечку Расскажу Я не знаю Вы думали об этом Или нет Если ты хочешь Узнать чела Вот прям Кто он на самом деле Потому что Что он там говорит Это всем пофигу Да Ну мы же понимаем Что там половину Можно выкинуть Вот А подпишись На его твиттер Или фейсбук И месячишку Внимательно Почитай С палеца Железно Да Какой бы он Блин Штирлиц не был Где-то он Все равно На эмоции Что-то он Напишет То есть Я подписан На всех своих сотрудников Кстати Вы на меня подписаны? Нет Я как лох Не подписан Давайте я Я вас с удовольствием Почитаю Я вас с удовольствием Увидел Я прям А вы знаете Слав Очень важно Оказывается Все-таки Вот я сейчас заметила Все-таки Когда в онлайн А у вас как Там позывной? Динара Саджан А просто Динара Саджан Да Поэтому Когда ты уже Потом в офлайн Знакомишься Это гораздо интереснее Это же Я не знаю Что мне кажется Общение Это очень важно Да И когда Чем больше ты узнаешь Чем больше людей Ты узнаешь Тем больше пользы Лично для вас Поэтому дорогие друзья Приходите На программу К Славе Неруш И говорите Все по чесноку Нет Кстати Так вот Вы понимаете Мне если честно Вот таких живеньких гостей Тоже ведь немного Потому что Товарищи Которые хорошо пишут У нас есть Но тоже немного А разговорников Вот таких вот Которые человек пришел Быть связано Красиво Сочно Вкусно Излагал свои мысли Понимаете Я всегда говорю Той же вот молодежи Кстати Вот вы сейчас Еще это Какое-нибудь там Пожелание Молодым ребятам Которые вот сейчас Выходят Сейчас вот следующее Скажете Что-нибудь Как вас интересно Послушать Я говорю Учитесь говорить Это Сегодняшний инструментарий Это как раньше Было шашкой махать Так сейчас разговаривать Потому что сейчас Коммуникативные войны В основном Люди разговаривают Сейчас шашка Ну очень редко нужна Там совсем гугл загнали То есть она нужна Хотя иногда тоже нужна Она нужна Вот молодежи Можете пожелать Вот молодые ребята Допустим Вот они сейчас учатся У меня одно пожелание Читайте побольше Не важно что Уже я не говорю о том Что нужно читать классику Подождите Нужно то что интересно Спокойно Читайте Читайте мои видеоблоги То есть смотрите Вот вы знаете Не нужно даже Их рекламировать Потому что мне кажется Вот все вменяемые люди Увидев Вот сегодняшний По чесноку Вы вот Ну были искренни Не лукавили Интересная подача Да То есть Они будут Хоть как Я же знаю Что ваши блоги Смотрят Да Что говорят Кстати Там внизу Все написано Ну вы знаете Я поняла Что интернет На самом деле Конечно Очень много Анонимов Которые любят Что-нибудь там Сетевых Я их называю Сетевые богатыри Он сидит ночью Там какой-то промокад Ночью Заметьте В 5 утра Иногда Салин-шан Такая Покажи сиськи Да То есть А вы читаете Там в обморок А какой кошмар Да нет Я наоборот Наоборот думаю Ну молодцы Заметили Ладно Хоть блинкать Да Хоть не зря Конечно Не но мне просто Покажи сиськи Писать в комментах Можно Нет Я просто Знаете про что Слава Я про то Чтобы я все-таки Чтобы люди У которых есть На аватарке Фотография Ну я не знаю Там ослик Не ослик Но все уже знают Что это Алишер Но хотелось бы Чтобы мы знали Что за этой аватаркой Стоит конкретный человек То есть допустим Слава Неруш Это Слава Неруш Я это я Оля там какая-нибудь Это Оля Что это не какой-нибудь Знаете Придумали там Фотку взяли Вставили И пишут всякие гадости То есть только для этого Да Ну тут видите Нет я конечно Уже не реагирую Сеть Это понимаете Вот как я это вижу Это очень такой Сообщающийся Гармоничный сосуд Вот как стороны Ведь им получились В одном конце Ублова А в другом Как шандарахнуло Все попали на бабки Куча народного возмущения Неправильно Не надо было Видите нужно Это очень грамотное тело Сейчас ты заставишь Всех туда прописываться Под своими фамилиями Которые нормальные Они и так под фамилиями идут Вот я хочу с нормальными общаться Ну так и общайтесь Кто вам не дает Их там немерено Я вот допустим В интернете Не знаю как вы Я пошел опять же Из-за дефицита А когда вы кстати пришли В интернет? Я вам скажу Я начал свой сайт делать Чеснок Кизет Я ни хрена вообще В интернете не понимал Я имейлом пользоваться не умел Это было Три года назад Вот То есть Я как бы начал делать сайт Я не понимаю Как его продвигать У меня есть деньги Я начал Но есть интуиция Я смотрю одни их Потом я совершенно случайно Попал Киликбаеву на автор Я был автором на авторе Вот что важно Я писал Я кстати читала Но почему-то вас по-моему не читала Ну я ближе к концу К концу да скорее всего Видимо поэтому закрылся Хотите чтобы ваш сайт закрылся Пригласите Славу Да Я кстати написал апокалипсис Вот у меня был пост Я написал прям апокалипсис Что я придрёг конец автору Это правда Ужасно Над ним все очень смеялись И у меня знаете Там так заканчивалось И под множеством тел Сеткой покрытый лик Лежал Алишер Вот и умер автор Я не знаю почему Но это не я в смысле Ну мне нравился автор в начале А вот я в начале там не был То есть я потом уже Вот когда Где-то за полгода до его закрытия Ну мне тоже там было прикольно Сейчас кстати вся авторская банда Вот хоть Рашев Меня троллит Не уж вечно предаёмся Ностальгия по автору Иди в жопу ержик Вот То есть я и правда люблю Там понимаете Там была Гульнара Башкенова Там понимаете Был тот же Рашев Там и Ликбаев Исенов Туриханов Там куча была прикольная Рыжкина Куча была прикольного народа И все ребята талантливые Их сейчас вот так всех расплескало По интернету Ну это хорошо Они состоят ещё больше То есть понимаете Каждый на своём участке Мне кажется А я всё равно ностальгирую Потому что мне там было хорошо Вот И ну что я могу Да Многие там скучают Там о своей какой-то поездке В Сочи Там давно Понимаете А я ностальгирую по автору Я написал там 60 постов Можно по-разному было Книгу То есть получается Вы три года назад Зарегистрировали свой первый сайт Да Потом Чеснок Вы были на авторе То есть всего три года Понимаете Потом я на авторе Для того чтобы стать известным в интернете Потому что я о вас узнала благодаря Ювижену Двух На Ювижене вообще год То есть программе по чесноку всего год В принципе я думаю Что любой человек с нуля За год он сможет стать известным и популярным Это абсолютно решаемая задача Да Да есть там своя технология То есть не просто ты должен делать интересный блог Так не совсем просто Допустим Ну нужно еще понимать Понимаете Вам помогает ваш возраст И ваш опыт Ну да А есть молодые совсем заходят Да Которые То есть не зная технологии Хотя бы Вот вы можете интуитивно Да Вы чувствуете Вы хотите сайт Да Вы интуитивно У вас есть опыт То есть вы работали в бизнесе Вы знаете То есть приблизительно Вы знаете где вы заработаете Я профессиональный рекламщик Мне легче То есть я Конечно Я создал агентство На базе Ювижена Белочка называется То есть мы На сегодняшний день Это одно из самых Это ваше название Белочка Чеснок Белочка У меня парочка Через После 15 лет занятия рекламой Белочка натуральная уже Я профессиональный рекламщик То есть вы говорите Журналист Вот оказывается Мне очень приятно Сама Сайджан сказала Что журналист Я теперь буду так Вот Значит Мы сделали агентство И у нас очень серьезный клиент То есть мы По большому счету Одно из немногих Вообще агентств Которые можем Очень круто Работать в интернете То есть мы можем делать И приличную пиарную составляющую И продвижение И прямая как бы реклама То есть допустим Начинающий блогер Может к вам прийти И сказать Вот я хочу Раскачайте меня Раскачайте меня Конечно Конечно То есть Чтобы у меня было 3000 фолловеров Кстати я вот Недавно ругался Что наши популярные Вот эти медийные персоны И популярные блогеры Они ни хрена не делятся Секретами Для молодых людей То есть Как сделать Ну Себя успешным То есть я знаю Допустим там Еликбаев читает лекции Там Прошкевич читает лекции Ну по большому счету Ну что такое Еликбаев приходит Там в аудиторию Там 20 И посылает всех Не-не-не В общем уж и посылает Это нормально Ну там не много их Там 50 человек А ведь он может Сделать свою программу Я сколько вот Прошу Алиша Да И рассказывать Вот те же лекции Там же будут его смотреть А вы думаете Что все-таки Есть какая-то технология Продвижение Не продвижение А секреты какие-то Вот именно для того Чтобы стать вторым Еликбаев Мне Да Есть Есть Вы думаете что есть О Али Борисовне Пугачевой Она сказала Если тебе есть Что сказать со сцены Иди на сцену То есть Если тебе Вот у меня многие Вот я на чесноках Сталкивался Я начинаю с человеком Говорить Ну ему особо Много нечего сказать И он где-то на 30-й минуте У нас же долгие интервью Причем мы пишем Де-факто Прямые эфиры Мы же их не монтируем А вы не монтируете Вообще То есть все выйдет В смысле Все выйдет Нет Я была в надежде Что-что Какие-то моменты Вырежут А нафиг это надо То есть мы же У нас Никто нам не платит Да То есть вот все Что было Как было Если бы мы ее почистили Наверное бы там Многие меня вот ругают Если бы я была бы менеджером Телеканала Я бы вас пригласила То есть работать И в прямом эфире Вести такую программу Мне кажется У вас были бы хорошие рейтинги Да я тоже так думаю Понимаете Потому что Как я Ну это интересно Мне от души Ну я думаю Что вы бы включили Какую-то внутреннюю Самоцензуру Ну надо полагать Наверняка То есть совсем Вот я сегодня Я практически не ругался И не курил Ну что там сложного Я могу И не курить И не ругаться Если там нужно Все понятно То есть все зависит от гостя Да Если там приходят Обсосы Бывают же тоже Майкинты Ну что бы мне заморачиваться Пришла красивая женщина Ну я извините Я держу себя в рамках Да Вот Можете расслабиться Мы уже сколько Мы уже сколько там У кассеты не закончилось Час У меня вот четкий таймер То есть Динарочка То есть ровно час Да мы должны говорить Ну Как правило Я к этому времени У меня таймер такой Час Больше часа Все равно не будут смотреть То есть не выдержат Даже вас А я знаете как смотрю Ваши программы Знаю В режиме этого Включил И ходишь по квартире Включил Да Включил То есть по другим сайтам А уже То есть там картинки Так как такого нету Да Динарочка Я Вам что-то пожелать Наверное даже где-то и сложно Вот так Чтобы по-настоящему Но Тем не менее Я вам пожелаю Вот Вот этой вашей легкости Вот вы знаете То есть Причем У этой легкости Есть глубина То есть Многие знаете Легкость Это легкость Это не поверхностная То есть Это легкость Замешанная Как бы на глубине Определенной Да И вот Пребудет с вами Сила Ой Спасибо большое Вам желаю Чтобы ваш чеснок Был самым чесночным Чесноком в мире Да Можно Спасибо Спасибо большое Спасибо Спасибо